очагов тв представляет как жизнь нормально сегодня будете ругаться нет я вообще никогда не ругают не ругает нет ну тхар это хорошо а вы ругаетесь а зачем ну я не знаю на отругаться это уже человек проиграл дискуссия я согласен с этим когда человек начинает перебивать матом говорить кричать я с вами согласен он показывает свою несостоятельность понял чего сегодня проповедуете я ничего не проповедую резко никогда но беседую на тему войны между россией я знаю я знаю я вас видел по телевизору есть у вас есть вопросы задайте если нет у меня есть вопрос к вам ну я надеюсь этот вопрос которую я прям надеюсь это не будет банальный вопрос из разряда почему же все это пола на украину нет нет не не благе нибудь нормальный будет вопрос нормально прям от вас будет интересно услышать вопрос хорошо готовы до услышать сейчас ремни пристегну да давайте давайте готов вот вопрос тривиальный очень лавров буквально вот недавно сейчас выдал что красные линии там и так далее не надо их пересекать и американцы знают где красные линии поэтому не надо их пересекать вот я американец я про не знаю что лавров имел ввиду под красными линиями и где они ведь американцы знаю лавров просто соврал по моему как вы думаете я честно говоря сейчас не понимаю ваш вопрос чем лавров собрал в том что американцы знают эту красную линию ну естественно красная линия бывает разная при конфликте одной или другой стороны вопрос только насколько далеко готов зайти запад вот имеет виду понимаете вот нет не понимаю он сказал что американцы знают где красные линии я американец я не знаю где красные линии он и он имеет не притворять ну извините конечно не притворяйтесь глупого человека под словом американцы он имеет ввиду правительства американская потому что он представляет правительство российской федерации и он обращается к правительству американского соединенных штатов и он имеет ввиду правительства соединенных штатов именно то что в правительство правительство знает ну конечно да я думаю посмотрите но даже realidad держится в тайне, в секрете. Почему правительство американское знает, а больше никто в мире не знает, что ли? Ну, естественно. Вот даже если посмотреть на ход ведения боевых действий, можно посмотреть, насколько насыщает Украину оружием. Сначала легкое оружие, а потом более тяжелое, танки, абрамсы. Теперь уже ракеты начинают поставлять, самолеты. Пересекли уже 57, извините, я перебью, 57 ваших красных линий уже пересекли, а все никак не дойдут. Все, понимаете, Соединенные Штаты пытаются прожать, вот именно найти вот это вот, где это, куда можно дальше еще зайти. Конечно же, они догадываются, куда можно дальше. Нет, а они догадываются, куда нельзя? Вот вопрос. Ну, я думаю, тут всем очевиден ответ. Скажите, пожалуйста, мне этот ответ. Прямое столкновение Соединенных Штатов и, ну, Запада с Россией. То есть, конкретно, это уже начнется ядерная война. Западные, западные танки, западные бронемашины, западное другое вооружение, сейчас в Курской области, вас там разносит в пух и прах. Это что, не красная линия, нет? Думаю, нет. А, а когда красная линия будет? Слушайте, я же не могу вам сказать... Нет, как вы думаете, как вы думаете? Когда красная линия уже предел будет? Да, да. Да, уже официально войдут натовские военные и, допустим, это же поддержат Соединенные Штаты. Натовские военные не собираются входить, потому что хватает вот так вот армии Украины. Вы об этом не можете утверждать, вы можете только это догадываться. Конкретного утверждения у вас нет. Есть. Собираются, не собираются. Есть, конечно. Но маневры, учения проводятся. И это Российская Федерация отслеживает. Вы знаете, что НАТО, как организация, не то, что не поставила ни одного своего солдата, она не поставила даже одного патрона, вот как организацию в Украине. Вы не слышали об этом? Вы не знаете, да, об этом? Конечно. А страны натовские, которые поддерживают НАТО, поставляли? Страны, конечно, естественно. О, тут смотрите, как у нас получается, да, интересно. Страны поставляют, а организация натовская не поставляет. Не поставляет. Да, да, да. Тут король, да. Поэтому натовских солдат, натовские солдаты, естественно, не будут воевать с Россией, если только Россия на них, на натовские, вот сейчас на натовскую территорию нападет. Но Россия, я думаю, не рискнет. Она от Украины получает люлей, блин. А с НАТО ей воевать, ну, вообще смешно. Мы это видим в России, как от Украины. Это все понятно. Подскажите такой вопрос, как у нас человека. А для чего России воевать с НАТО? Для чего им вторгаться на территорию Европы, допустим? Ну, что? Для чего? Как вы считаете? Вот НАТО Очень легко вам могу ответить. Очень вам легко могу ответить. Ровно по той же самой причине, по которой они вторглись в Украину. Это что? Что там? Начнется убийство русского населения? А что? В Украине было убийство русского населения? Не-не-не-не-не. Вот я не понимаю. Вам вопрос. Начнется убийство, внутренняя война там, начнется какая-то где-то в Европе. В странах НАТО. Какая внутренняя война? О чем вы сейчас говорите? Ну вот смотрите, Россия по какой причине вела свои войска? Вот, ответьте мне на этот вопрос. Это хороший вопрос. Нет, я у вас спрашиваю. Ваше мнение какое? Россия для чего ввела в Украину войска? Не для чего, а по какой причине Россия вела свои войска на территорию Украины? По причине того, что Россия... По причине того, что Россия отсталая, дикая, недоразвитая, агрессивная, фашистская государство. Понятно. Вот по этой причине, конечно. Все понятно. Все понятно. Хорошо, что вам понятно. Да, да. А говорили, что можно с вами пообщаться нормально. Естественно. Вы же не способны общаться. Вы не на один мой вопрос так и не ответили. Вы заметили? Насчет красных линий. Я вас спросил простой вопрос. Как вы думаете, где те красные линии, которые имел в виду Лавров? Вы же не ответили. Так откуда я могу не знать, где эти красные линии? Как вы думаете? Я понимаю. Вы не знаете, я не знаю. Я думаю, он сам не знает. Я же вам сказал. Вы, видимо, не слышите или не хотите это слышать. С моей точки зрения, максимально красная линия, это когда будет вторжение натовских войск при поддержке Запада, который перерастет в ядерный конфликт. Вот. А я же вам только что сказал, что натовские войска... По моей точке зрения, вы в дальнейшем уже там свои дискуссии в итоге начинаете... Да, я вам только что сказал. На оскорбление. Мы с вами начали... Я никого не оскорбил, не надо брать. Ну, оскорбляли, оскорбляли. Каким образом я вас оскорбил? Ладно, давайте опустим этот момент. Каким образом я вас оскорбил? С личным смехом не надо смеяться. Каким образом я вас оскорбил? Ну, вы сказали деградичная, там какая-то отсталая страна. Я про вашу страну сказал, не про вас. Ну, я же живу в этой стране. Ну, вам не повезло. Ну, я являюсь тоже, получается... Так вот, смотрите, в продолжение нашего разговора, продолжение нашего разговора, вы сказали, что в том случае, если войска НАТО нападут на территорию России, на Россию, да? А я сказал, что войска НАТО, естественно, не нападут, кроме одного случая, если Россия не нападет на территории НАТО. Вы сказали, зачем России нападать на территории НАТО? Мы будем сейчас... Не, подождите, подождите, дайте я закончу мысль. Вы же не даете... Я это знаю, о чем я говорю. Вы не даете мне закончить мысль. Я логическую цепочку выстраиваю, вы ее не поняли. Ну, давайте, давайте. Вы же ее не поняли. Смотрите. Как взрослому человеку. Вы уловили логику, нет? Вы мне конкретно задали вопрос, где красная линия между Украиной и Россией. Я вам это сказал. Красная линия, где и зачем она? Все. Зачем вы мне пересказываете, о чем у нас... Хорошо, хорошо. Я услышал ваш ответ. Я вам конкретно свою точку зрения сказал. Я понял, я понял. То есть НАТО, страны НАТО, весь Запад может давать Украине любое вооружение, правильно? Это не будет переход ни одной из красных линий, так или нет? Ну, тут, короче, может быть, вы в части правы. Если, конечно же, Украине каким-то образом, фантастическим образом, там, если помечтать как-то предположить, что дадут ядерное оружие, опять же, мы упираемся в ядерное оружие, тогда, конечно, это будет уже крайняя линия. А если дадут ракеты большей дальности? Я не закончил. Я не закончил. Учитывая тот момент, что сейчас господин Зеленский умоляет у своих хозяев выдать и дать ему разрешение, выдать ракеты и дать ему разрешение, то есть президент Незалежной Республики умоляет разрешить у другого хозяина своего дать ему разрешение нанести по противнику ракетами. Ну, возможно, возможно, опять же, смотря какие ракеты, в каком объеме ему это дадут, эти ракеты. То есть вы мозг начали все-таки включать? То есть какие-то красные линии появляются, да? Я вот в этом очень сильно сомневаюсь, что перерастет до такого масштаба, потому что уже сколько господин Зеленский своих хозяев просит об этом? Ну, я, насколько помню, около полугода он умаливает. Ваши власти говорили, если дадут Хаймарсы, Ваши власти говорили, если дадут Хаймарсы, это переход красных линий. Потом, если дадут Атакамсы, это переход красных линий. Если дадут Ф-16, это переход красных линий. И так много раз ваши и Лавров, его замы, ваша верхушка говорили, то есть по вашим словам, вы уже сто раз эти красные линии были переедены. И тут Лавров в тысяча первый раз объявляют американцы знают вот поэтому это такая несуразица я и подумал а вдруг у вас есть какая-то идея с моей точки зрения лавров несет чушь знаете вот чепуху вот если вы считаете что не чепуху ну вы уже высказали свое мнение что красные линии это когда войска нато зайдут все прекрасно понимают что войска нато никогда не зайдут на территорию россии на хрен не надо украинской армии вот так хватает дать побольше вооружения и будете вы бежать до самого вашего дальнего востока и москву оставите и все остальное украинская у вас мечты ваши прям вот эти сколько общаюсь с вами у вас у всех вот эти курская область вам пример знаете до этого я все слышал у вас у всех было авдеев как вот это знаете у вас был гипноз какой-то курская область сейчас вот для пропаганды показать состоятельность вашей власти зашла там ну хорошая группировка тут не секрет действительно при поддержке разведанных соединенных штатов вы пересекли границу это факт действительно курской части курской области это не красная линия была я не могу это комментировать не могу вам сказать считаю что нет это не красная линия естественно можно захватывать российские территории это не красная линия одно дело но американцы знают где красная линия хотите пообщаться посмеяться сделаю вид что вас послушаю да я я говорил продолжай я уже все сказал что хотел нет курская область это не красная линия это просто для пропаганды украинского населения поднять дух и все все за все западные сми и все западные эксперты и те же правительство западное сказала что это бессмысленное но просто бессмысленные действия со стороны управления вашего верховного глава команды где сейчас украинская армия несет огромные потери это опять же перемалывается наши же войска на других направлениях даже донецких направлениях в харьковских направлениях сейчас очень ведут массированные наступления если вы посмотрите как получается да действительно нет не получается уже неделю неделю как остановили ваши войска там пусть будет так у нас есть такая хорошая поговорка ну она пришла к нам с востока собака лает а караван идет а у нас есть хорошая дурень думкой богатей так что продолжайте богатей пойду я дальше спасибо дурень думкой богатей хотя думки то у них нет чем он может богатей он говорит по этому поводу я не знаю тут какую-то чушь несет красная линия это когда войска нато что войска нато собрались наступать вот есть какие-то данные что войска нато собрались торгаться на территорию россии что он мелет друзья вы все слышали ваши комментарии больше скажут об этом что вы думаете по этому поводу и напишите кстати что вы имели ввиду под красными линиями точнее что лавров последнее его заявление до вчера было что он имел ввиду когда говорил красной линии американцы знаю загадка и и и и и